Всем привет! С вами Анатолий Барега-Печай, мимоходом из интернет-магазина Жарпарком. Это видео очень-очень серьезное, я его снимаю 30-м дублем, 30-м дублем, потому что в конце я все время скатываюсь в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, или же наоборот, жутко ругаюсь. Поэтому я прошу простить меня за то, что я буду делать достаточно большие промежутки в словах. Это значит то, что вместо МАТа я пытаюсь найти какие-то другие слова. Значит, видео очень важное для тех людей, которые собираются купить продукцию отопительных печей, линейку отопительных печей, производство термофор. А также для своих коллег, которые занимаются продажами термофора. Дело в том, что не так давно, сегодня 3 января, оказывается термофор перестал комплектовать вот такими заслонками свои печи. Вот эта вот заслонка, это непростая заслонка. Непростая. Это переход, адаптер на дымоходы сторонних производителей. И вот теперь этой заслонки в ряде моделей нет. Каких моделей, я не могу сказать. Но теперь это не комплектуется. Сделано это, скорее всего, из-за того, что завод не хочет повышать цены на свои печи. А экономическая и политическая реалия в Российской Федерации, благодаря мудрому руководству, такова, что цены растут. И вот чтобы остаться в той же самой ценовой нише, заводу приходится от чего-то отказаться. Я тут полностью поддерживаю политику завода. Почему? Потому что я сам учился в институте на специалиста, который рассчитывает и планирует производственные необходимости, нужды, чертит заводы, поточные линии. То есть я понимаю маржинальность продукта, на чем можно сэкономить. Вот завод решил сэкономить вот на этой штуке, чтобы покупатели имели возможность покупать печи. Вот. Бензин дорожает. Там. Так, это я говорить не буду, это уже 282. Ну вот. О, чуть не вырубнулся. Ну, в общем, вот эта вот штука, это вот все войны, которые мы ведем. Это наше правительство. Это вот эта маленькая деталь. Но я либераст, поэтому я очень добрый человек. И я знаю, что меня смотрят и единороссы, и чинухи, и вот люди, которые там стреляют по славянам. Ребята, я вам все равно все расскажу. Как бы я к вам не относился. Как бы вы ко мне не относились. В общем, если вы потенциальный покупатель отопительных печей, то у продавца, у которого вы покупаете отопительную печь термофор, спрашивайте, из старой ли партии печь или из новой, комплектуется она еще вот этими заслонками или нет. Если продавец вам говорит, что это из старой партии заслонка внутри, вам нереально фортануло в этой жизни. Вы вытянули лотерейный билет. Если же продавец покупателю говорит, что нет, она не комплектуется заслонкой, тогда, внимание, покупатель спрашивает продавца, а заслонка, которую он вам продает, во-первых, не забыл ли он ее вам продать, а во-вторых, подходит ли она под печь термофор. Дело в том, что здесь, к примеру, выходы 120-е и заслонка 120-е, но тут роль играет полмиллиметра, и, к сожалению, эта заслонка не входит в печь. Это обычная, не штатная заслонка, то есть не производство термофора. Это то, чем торгуют магазины, дымоходами других производителей. Еще, как можно, зайдя в магазин, узнать, печка идет, заслонка или без, это интересно, я буду думать и продавцам, и покупателям. Вот смотрите, два одинаковых паспорта на печь статика. У одной из них задняя страница выглядит, как просто задняя страница, две пустых. А у другой степлером прикреплена какая-то бумажка. Наличие вот такой бумажки, это значит то, что у печи нет заслонки. Давайте я вам почитаю, что написано. Смотрите. Компания термофор обращает ваше внимание на изменение комплекта поставки продукции. С 12.10.2016 года шибер в комплект поставки печи не входит, продается отдельно. Монтаж печи и дымовой трубы должен осуществляться в соответствии с требованиями бла-бла-бла, либо технических норм страны, в которых печь будет эксплуатироваться. Многие скажут, мы типа такие самоделки, мы сами все придумаем. Ребят, вот я тут уже за вас все стал думать, придумывать, и сейчас вам все покажу. Прямо на практике. Ну, я знаю, что меня смотрят на заводе термофор. У меня огромная просьба, сделайте вот эти вот выходы нормальными. То есть не 120,5 мм, или не 119,5 мм, а просто, чтобы можно было комплектовать обычными стандартными дымоходами 120-го диаметра. Или делайте вот такие вот ерундовые заслоночки, как ваш конкурент из 0,5-ки, которые намного дешевле, чем хорошая ваша заслонка, вот эта. Хоть что-то сделайте, пожалуйста. Я понимаю, что вам сейчас трудно, что у всех денег нет, что все мы держимся, да, из последних силенок, но хоть что-то. Итак, давайте будем смотреть на различные варианты. Сначала я вам покажу, как все было раньше, хорошо и здорово. А потом будем смотреть, что можно сделать, а что нельзя. Вот заслонка штатная, она берется, вставляется, вот она встала. Вот она встала. И в новую, то есть вот эта вот статика пришла недавно, она уже без заслонки была, а эта еще с заслонкой. Вот. Дальше, что можно делать? Можно на нее одевать различные модули. Ну, обычный стандартный модуль, это переход с трубы на сэндвич. Взяли, одели, все нормально, все вставляется. Или же захотели и поставили модуль 90-градусный изгиб. Все вставляется, все отлично. Вопросов? Вопросов нету. Дальше, какие у нас еще есть варианты? Теперь, вот этой штучки нету, и надо вставлять модуль, допустим, 120-го диаметра. Посмотрим, встанет он или не встанет. Вот я беру 120-й диаметр другого производителя. Оп, видите, не встал. Оп, видите, не встал. Никак. Кто-то скажет, умный, переверни-ка ты ее и вставь другой стороной. Да не вопрос. Она влезет. Своей ногой помогут. Одной рукой-то тяжело делать. Ну, в общем, как-то она встанет. Куда втяжка встает, может, туда полегче. О! Ну, вот одной рукой очень неудобно. Ну, в общем, с трудом она встает как-то. Я ее даже держать не буду. Теперь берем переходник с трубы на сэндвич. Вот эта вот вещь, без которой дымоход не поставить. И смотрите. Видите, здесь широкая сторона торчит. И вот они тоже не состыковываются. Широкая с широкой не состыковывается. Итого, это не вариант. Кто-то скажет, слушай, Толь, там 120 мм, а есть же дымоход 115-й. Давай 115-й сюда вставим. Да не вопрос. Вот берем, широкую часть вставляем сюда, как 120-й. Видите, болтается. Не подходит. А нормальной части узкой, тем более он. Через укладникный шнур тоже не поставить. Он до конца проходит. Да ничего не сделать. Кто-то скажет, мы сюда хомут прихомутим. Да не прихомутите его, хомут сюда. Потому что, видите, какая толщина. Его вообще даже рукой не сжать, не то что хомутом. Он до конца проходит.